Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую всех любителей гандбола! Телеканал Астрахань24 ведет прямую трансляцию из спорткомплекса «Звездный». Мы с вами будем смотреть матч чемпионата России по гандболу среди мужских команд, которым астраханская «Динамо» принимает клуб ОГНТУ ВНЗМ из Уфы. Встреча перенесена в спорткомплекс «Звездный» из-за пожара, который случился на минувшей неделе в «Спартаке». Ну и будем смотреть, как это скажется на результате. Сегодня астраханские «Динамовцы» получаются, играют не в родных стенах, а на нейтральной площадке, не там, где тренируются, но я думаю, что это не должно серьезно повлиять на исход встречи, и дружина Георгия Заикина должна победить. Матч комментирует Ринат Аминов. До начала встречи, ну, минуты 2-3, наверное, сейчас будет гимн Российской Федерации, и потом будем смотреть за этой интересной игрой. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, прозвучал гимн России, ждем начала матча «Динамо» у ГУНТУ из Уфы. Сегодня астраханцам будет противостоять дебютант чемпионата России. В прошлом году башкирская команда выиграла чемпионат в высшей лиге и завоевала право играть в суперлиге. Вот состав гостей. Николай Терновой, тренер этой команды, и стартовый состав. Есть несколько фамилий, которые засветились даже на уровне юношеских и молодежных сборных России. Об этих гонополистах я чуть позже расскажу. Есть и один спортсмен, который начинал свою карьеру в Астрахани. Это Сергей Писаренко. Играл за астраханскую команду дублирующего состава. Потом вот перешел сначала в «Пермские медведи», а три сезона тому назад в Уфу. Один из самых опытных игроков уфимских студентов. У ГУНТУ аббревиатура расшифровывается «Уфимский государственный нефтяной технический университет». Вот команда в оранжевой форме. Команда гостей. Ну и через дефис «Восток нефтезавод МАШ». Пытались в Башкирии и в Уфе переименовать команду, сделать какое-то более короткое название и более благозвучное, но ничего из этого не вышло. Даже объявляли опрос в группе ВКонтакте, чтобы болельщики предлагали иное название. Но так и с тех пор уже прошло три года, а ничего не изменилось. По-прежнему УГНТУ, ВНСМ называется «Башкирская команда». Итак, астраханцы в красной форме. Начинают они с центра площадки. Ждем стартового свистка. Судейская бригада сегодня. Власов, Красноармейск. И Чуркин из города Краснодар. Астраханцы с мячом. Матч «Динамо-Астрахань» УГНТУ-ВНСМ. Гандбол Суперлига начался. Астраханцы атакуют. Гунько оставляет пас. И Семенов бросает, попадает в блок. Вернее, это Артамонов атаковал. И уфимцы идут в свою первую атаку. Сыграно 40 секунд. Завершение. Мяч в сетке. Итак, счет открыт. Впереди башкирская команда после хорошей атаки с левого края. Ну и кто сейчас на площадке у астраханцев? Семенов разыгрывающий 55-й номер. Артамонов правый полусредний. Грубо его встречают. Желтая карточка. Артамонов 63-й. Дмитрий Гунько 99-й на месте левого полусреднего. На левом краю Юрий Татарин под 13-м номером. И вот ответ астраханской команды. Счет 1-1. Ничья. Это Юрий Семенов отличился. Выровнял положение. На правом краю играет Сергей Придыбайлов. Лучший бомбардир в стартовых матчах нашей команды под 33-м номером. В воротах Виталий Шиманский с первых минут. Башкирский коллектив. Под 8-м номером Андрей Иванов на позиции разыгрывающего. 33-й. Правый полусредний Дмитрий Киреев. Один из самых известных игроков этой команды. Вот он сейчас с мячом. Правый полусредний. Бросок Шиманский отбивает. И еще в задней линии Владислав Бахтин под 13-м номером. Артамонов в контратаке. Гунько не стал бросать. Семенов не стал скидывать в линию. И будет позиционный розыгрыш мяча. У астраханцев на данный момент 2 победы. В чемпионате 4 поражения. 6 матчей сыграно. У финцы провели 5 игр. И все 5 проиграли. Но играли они с коллективами из верхней половины турнирной таблицы. С чеховскими медведями. С командой. С Киф-Краснодар. С Питерским университетом. С пермскими медведями. Ну и еще один матч у них был с локомотивом полетом. Тоже команда из верхней шестерки по итогам прошлого сезона. И вот только сейчас после стартового отрезка у уральской команды начинаются матчи с коллективами из нижней половины. Ну и здесь возможно уже набор очков. Пока у нас 1-1. Астраханцы удачно сыграли два поединка на выезде. Вот сейчас передача на Васильева не проходит. И одержали сенсационную победу 23 сентября. Ровно неделю тому назад в Чехове над чеховскими медведями. И гол. Гол забивает башкирская команда. Мяч засчитан. Счет становится 1-2. Это как раз отличился Сергей Писаренко. 30-й номер. Воспитанник астраханского гандбола. Забросил мяч. Он играет на позиции линейного. Сергей Писаренко. Мастер спорта. 86-го года рождения гандболист. Начинал карьеру со многими игроками, которые сейчас выступают уже за национальную сборную. В частности, вот 86-й год. В молодежной сборной России тогда работал Валерий Кочетков. Астраханский наставник. Ну и сейчас астраханцы... Нет, мяч не засчитан. И в той команде играли Эльдар Насыров, Александр Пышкин. Все это игроки сборной. Вадим Богданов, Самвел Асланян, Дмитрий Макаров, Юрий Орлов. Сейчас игрок пермских медведей. Павел Атьман. Вот в той команде играл и Сергей Писаренко. Участвовал в отборочных и финальных турнирах. Первенств Европы, первенств мира. Так что имеет колоссальный игровой опыт. А вот Киреев тоже привлекался в сборную. И тоже того же возраста. Ну, вернее, Киреев 88-го. Он играл за юниорскую, чуть помладше команду. Ну, астраханцы сравняли счет. 2-2, пока суматоха. Денис Васильев восстанавливает равновесие. Дело в том, что, как вы понимаете, динамовцы тренировочный процесс ведут у себя в Спартаке. Ну, и там у них все пристрелено, говоря. Таким языком стрелков, да. А здесь все-таки больше зал. И, наверное, сложнее сориентироваться на первых минутах, если играть в этом зале, то и тренироваться здесь нужно. Вот так считают игроки и тренеры. Потому что получается как бы нейтральная площадка. Передача на Писаренко не прошла. Свисток. Желтая карточка Денису Васильеву. Пока равное начало 2-2. Сыграны 5 минут. Киреев, Иванов. И Бахтин по-прежнему задняя линия. Бахтин оставляет мяч Кирееву. Иванов. Вот, кстати, Киреев лучший бомбардир команды. И он забивает. 2-3. Дмитрий Киреев. Сам родом из Краснодара. Играл, конечно же, и за Скиф. И за команду Факел из Таганрога. Теперь вот выступает за ОГНТ, ОГНТУ. Ну и успешно играет. Дмитрий Киреев лучший бомбардир команды. Вот в этих стартовых пяти матчах чемпионата и двухкубковых. 39 мячей забросил в 7 встречах. Ну а пенальти бьет Дмитрий Артамонов. И мяч в сетке Дмитрий Артамонов. Восстанавливает вновь равновесие. Ничья 3-3. Ну и надо обороняться пока. Только башкирская команда лидирует в счете. Астраханцы неизменно догоняют. На правом краю у гостей Игорь Кабанов под четвертым номером. Продолжается розыгрыш мяча. Скидки в линию пока нет. На левом Алексей Гетманов под десятым. Бросок и мяч снова в воротах. Счет становится 3-4. Пока не удается наладить игру в обороне. Вот он Дмитрий Киреев. Очередной гол забрасывает. И тут же быстрый центр в исполнении астраханцев. Ничья 4-4 вновь. После броска Дмитрия Гунько астраханцы догоняют соперника. По-прежнему Виталий Шиманский в рамке у астраханцев. Сегодня не заявлен на этот матч Андрей Демченков. Он не ездил на выездные матчи в Чехов и в Нежинск. Из-за травмы вчера пришел на тренировку и снова получил повреждение. В итоге пропустит какое-то время. Может быть в следующем матче появится, но сегодня он в протокол не внесен. Конечно, это потери Андрей Демченков. На данный момент это пятый бомбардир астраханской команды в этом сезоне. Забил, правда, немного. Лишь 17 мячей. Но все равно, хоть и не был игроком основы, но пользу приносил. В этом сезоне, конечно, у Динамо выделяются два гандболиста. Это Сергей Придыбайлов и Юрий Семенов. А Придыбайлов забил уже 67 мячей. Вот в этих стартовых восьми встречах, я считаю, матчи чемпионата и Кубка вместе. Шесть в чемпионате и две игры в Кубке. Итого восемь. Бросок. Мяч летит выше цели. Ну что ж, Динамо может выйти вперед. Так вот, у Придыбайлова 67 голов. И в среднем получается это 8,375 за игру. 0,375, конечно. За игру хороший, очень хороший результат. Я бы даже сказал, гроссмейстерский Сергей переживает вторую молодость. Ведет за собой партнеров. Забивал он в некоторых матчах и 12 мячей, и 13. Но пока суперрезультат у него 14 голов ворота Скифа во втором туре. Семенов, Гунько. Снова Семенов. Гунько сегодня без замены будет, скорее всего, играть, потому что нет Демченкова. Семенов. 4-4. Напряженное начало. Пока ни одной из команд не удается оторваться в счете. Атамонов сам. Гол. 5-4. Дмитрий Атамонов выводит Астраханская Динамо вперед. После сольного прохода ворвался в 6-метровую зону. Проатаковал между двумя защитниками. Вот смотрите. По центру прошел. Да, пропустили. Тут на совести обороняющейся стороны этот пропущенный мяч. Нужно было, конечно, встречать. Бросок в блок. Мяч выпадает, но остается у гостей. Киреев. Иванов. Киреев. Иванов. Киреев тоже играл за юношеские, юниорские сборные России, но уже в 88-го года рождения тоже принимал участие в первенствах Европы. В открытом первенстве и в первенстве без статуса Open. То есть тоже международный опыт имеет немалый. Дмитрий Киреев родом из города Краснодар. Вот он с мячом. Оставляет мяч партнеру. Федорцев Кононов появился на позиции левого полусреднего. Раньше был свисток. Девятиметровый. Продолжается атака Уфы. И переход. Переход. Астраханцы мчатся в контратаку. И могут увеличить счет передачи на предэбэлловый. Аут. Увы, потеря. Обидная потеря. Динамо, Астрахань, ОГНТУ, Уфа. Гандбол. 5-4. Сыграно 10 минут. Уфимцы с мячом не торопятся они переходить в атаку. Довольно напряженный получился сентябрь для астраханской команды. Подумать только для Динамо. Это уже девятый матч в этом месяце. Шесть в чемпионате было сыграно. Два в кубке. Вот седьмой в чемпионате. Самый напряженный календарь именно у астраханского Динамо. Ну и как выдерживают игроки? Такой темп сложно даже представить. Но похоже выдерживают. Сначала было несколько поражений. Но вот две уверенные победы в Чехове и на Цунгулью. В Снежинске в предыдущем туре. В предыдущем туре чемпионата. И в кубковой игре они настраивают болельщиков на оптимистический лад. Артамонов сам прорывается на месте голкипер. Но пенальти на Дмитрие Артамонове нарушены правила. Он, кстати, первый пенальти в этой встрече сам же и реализовал. Посмотрим, как будет сейчас. Будет ли бросать? Нет, не он. Сергей Придыбайлов. Сергей Придыбайлов против Романа Сураева, голкипера УГНТУ. Ложный показ. Мяч в штангу попадает. Обидный пропах Сергея Придыбайлова. Мог забить свой очередной гол в этом сезоне. Пока Сергей сегодня у нас не забивал. Но и вот попал в штангу. По пять мячей он забил и в Чехове, и в Снежинске. Но в Снежинске была ответная игра на кубок. Там астраханцы победили 26-19. Был дефицит в один мяч после поражения в первой игре. Вы, наверное, помните нашу трансляцию. Этот матч 19 сентября в Спартаке. Но в гостях дружина Георгия Заикина сыграла гораздо увереннее и выиграла 7 мячей. Сравняли счет у финцы. Снова бросок с задней линии. Это Дмитрий Павлов отличился. Ну и тут же Сергей Придыбайлов забивает свой очередной гол. Счет становится 6-5. У башкирской команды 39 мячей в этом сезоне забросил Дмитрий Киреев. Он лучший бомбардир. Но и на второй позиции другой игрок задней линии Владислав Бахтин. У него 29 мячей. Остальные гораздо реже отличались. Игорь Кабанов у него в активе 15 заброшенных мячей. Вот это три у лучших бомбардиров у ГНТУ. Ну астраханцев Придыбайлов 67. Семенов 44. И Васильев 23. Вот тройка лучших. Наверное, обратили внимание, какой гигантский отрыв у Придыбайлова от Семенова. И солидный отрыв Семенова уже от Васильева. Но дальше все идут плотной группой. Шиманский на месте. И контратака Гунько. Придыбайлов открыт. Передача ему идет. Доходит бросок. И что ж такое, Сергей? Ну второй досадный промах. Сначала с пенальти в штангу. Сейчас почему перебрасывал мяч? Нужно было, не оставляя шансов вратарю, бить. Бить на силу, как говорят. Тайм-аут берут башкирские гонболисты. Наставник этого коллектива Николай Терновой. И послушаем. Послушаем. Начинайте играть ваше первое. Начинайте играть с этой стороны. С левой стороны. От тебя идет беда. Сону растягиваем. И снабегаем. Потому что бегай. Не бойся бросать. Не бойся. И вот здесь сейчас рука сажата. Расслась ему тихо. Пошла игра. Пошла до конца. Наводите. Из бросов нормальный судей. Назад. Обратно-назад. Игра. Влад, по твоему уме. Влад, ты по целу встречай игрока, который не бегает. Три коллабора. Пусть ровный подход. Понятно, да? Посмотрите сам. Все, не понимаете. Давай, давай. Давай, давай. Иди. Давай. Давай. Николай Терновой имеет опыт работы и даже в юношеских командах. Он тренировал сборную девушек Тольяттинской спортивной школы. Приводил ее к победе в первенстве России. Но потом вот отправился тренировать мужскую команду. Теперь работает в Уфе уже третий сезон и вывел студентов-нефтяников в Суперлигу национального чемпионата. Ну и думается, УГНТУ не будет аутсайдером. Даст бой и Воронежской энергии, и Ставропольским гандболистам. И с саратовцами попадается. Есть игроки, которые понюхали пороху на высоком уровне. Киреев. Снова он с мячом. Бросок. Гол. Ничья 6-6. Опять Дмитрий Киреев забивает. Ну и Николай Терновой обращался к своим воспитанникам. Говорил, не бойтесь бросать. Ну, пока Киреев только атакует без страха и упрека. Другие реже все-таки идут на бросок. А сейчас атака с краю. Шиманский закрывает угол обстрела и отбивает мяч. Брау Виталий. Отразил бросок Алексея Гетманова. Замена в задней линии. Дмитрий Павлов появился на площадке в уфимской команде под 25-м номером. Бахтин по-прежнему левый полусредний. И Киреев на месте правого полусреднего. Бахтин. Бросок в блок попадает. Дмитрий Гунько тут поставил блок. У нас специалист по блокам Лев Целищев. Но сейчас Дмитрий Гунько здорово сыграл в блоке. Кабанов. Передача Кирееву. Павлов. И мяч летит мимо ворот. Технично подкручивал мяч в ворота игрок уфимской команды. Но промахнулся. Это был Бахтин. А сейчас Артамонов забивает. Нет, это Семенов. Семенов, да. Юрий Семенов. Очередной мяч в воротах гостей. Но по-прежнему минимальное преимущество. Лишь 7-6. Смотрите, повтор этой атаки. И точный бросок Юрия Семенова. Только один мяч. Перевес астраханской команды. Напряженное начало. Не исключаю, что вот этот марафонский график игр сказывается все-таки на физическом состоянии команды. Учтите разъезды. Астраханцам пришлось побывать дважды на Урале. Съездить и в Челябинск, и в Снежинск. Волгоград, конечно, ближе. Но все равно туда нужно добраться. И в Подмосковье были, в Чехове. Очень сложный календарь. Ну, связано это с тем, что в сентябре нет мероприятий с участием сборной России. А в конце октября уже начинаются сборы национальной команды. Там будут сыграно только четыре тура. Придыбайлов с краю. Ну, не сумел пробить. Сураева. Но на добивании. Сыграно на добивании. 8-6. Это Юрий Семенов. Отличился. Плюс два. Семенов забил. Пошел на скамейку запасных. Он в защите. Не играет пока. Вместо него выходит Придыбайлов. Целищев, конечно же. Ну, классическая замена при переходе от атаки к обороне. Разыгрывающий садится на лавку. И вместо него выходит центральный защитник. Чаще всего так и бывает. Если у разыгрующего нет навыков, хороших навыков игры в обороне. Чем ответят нефтяники? Бросок. Гол. Хороший бросок с задней линии. Святослав Канонов. 8-7. Снова минимальный перевес. Астраханского Динамо. Святослав Канонов. В кубковых матчах против Каустика. Кстати, с Каустиком в кубке играл УГНТУ ВНЗМ. В Волгограде было минимальное поражение. 30-31. И дома 25 сентября была игра. 25-29. Башкирские гонболисты проиграли. Выбыли из кубка. Гол Семенова. 9-7. Но сражались достойно. По тем результатам, которые я вам назвал. Вы понимаете, что в мужском гонболе нет той пропасти между командами, какая есть в женском. Где там бывают разницы мячей плюс 20, когда с одним из лидеров играют майкопчанки, ставропольчанки. Или команды из Уфы. Здесь уфимский коллектив хоть и дебютант, но вот в первом матче в Чехове с чемпионом лишь 10 мячей проиграли. 35-25. Сейчас гол. Мяч снова в воротах Динамо. 9-8. Пока игра в защите не ладится. У астраханской команды Святослав Канонов забивает свой второй мяч подряд. И выстроить стену на границе 6-метровой зоны не удается. Пока уфимцы смело атакуют с 9 метров. И немало бросков достигает цели. Пока с уклоном на атаку действуют топи команды. Нет защитного бетона. Гунько. Гол. Мощнейший бросок. Уфимцы тоже в обороне. Действует не на высшем уровне. Вот Дмитрий Гунько. Никто на него, смотрите, не вышел. Незатейливая комбинация. Тут даже скреста не было. Два защитника вроде пытались выставить блок. Гунько, по-моему, даже ростом пониже, чем они. Но прыжок и мяч летит над блоком. Не подработали ногами и не выстроились перед Дмитрием Гунько. Игроки обороны уфимского коллектива. И, пожалуйста, вынимайте мяч из сетки. Киреев. Бросок. Ну и Киреев. Мощнейший бросок. Да. Виталий Шиманский бессилен. 10-9. Дмитрий Киреев. 195 сантиметров у него рост. Ну и к тому же еще и левша. 10 мячей он забил во втором туре в матче с Локомотивом. Хоть команда из Уфы и проиграла 26-28. Ту домашнюю игру, которая стала дебютной на своей площадке в Суперлиге. Но вот Дмитрий Киреев 10 раз поразил ворота Локомотива. С Киеву забил 8 мячей. 7 раз отличился в поединке с пермскими медведями тоже дома. Так что игрок очень хороший. Ну и астраханцы тоже отвечают точным броском. Вновь Дмитрий Кунько разыгрался. Астраханцы забили. Динамо Астрахань ОГНТУ. 11-9. Сыграно 20 минут. 11-9. Павлов сделал передачу на Бахтина. Снова Павлов, Киреев. Кстати, Стрятослав Канонов. Да и гол. Еще один гол. Ну что ж, когда у нас в обороне игра наладит? Светослав Канонов опять забивает. 11-10. Счет. Даем разыграться уфимским бомбардирам. Здорово. У Бахтина, кстати, игра не пошла. Он сел на лавку. Но вышедший вместо него на место левого полусреднего Светослав Канонов раз за разом поражает ворота. Ну, в протоколе у него рост 2 метра. Но это, кстати, не самый высокий игрок в составе ОГНТУ. Есть два гандболиста, у которых 2-0-1. В заявке это линейный Владимир Фомичев. Пока его не было на площадке. И полусредний Александр Мальцев. На сантиметр они повыше. Могли гости сравнять счет. Не получилось. Василиев бежит в контратаку. Выходит один на один. Его никто не пытается даже догнать. И Василиев так расслабился от этого, что не сумел переиграть Романа Сураева. Обидный промах. Ну, ребят, надо собраться. Надо собраться, сконцентрироваться. Так недалеко и до беды. Как бы тут дебютант Суперлиги не стал праздновать первую победу. И Георгий Заикин в этот момент берет тайм-аут. Он тоже понимает, что дело не клеится в защите и в атаке. При завершении атак мы видели опрометчивые шаги. Ну, послушаем. Послушаем Георгий Юрьевича. Не отворачивайся. Не отворачивайся. Прочащийся ждет сразу. Возьмите. Нападение поляк меняет всего. Нападение. Оставка справа. Оставка. Поляк, застите тоже оставь. Все, ребят, спокойно. Нападение можно закатать. Берем заверного. У нас не вернулись. Давайте. Берем заверного. Просим, кидайте. На нас. Вперед. Ну, вообще, Георгий Заикин похвалил команду за то, что после победы в Чехове игроки собрались и на поединок в Снежинске. Хотя там всего было три дня разницы между этими встречами. Как вы понимаете, предстоял еще перелет на Урал. Но никто не расслабился. Все сыграли собрано. И это принесло результат. Ну, и подчеркнул Заикин, что, возможно, уже начался профессиональный рост у игроков, когда они несколько матчей могут сыграть на одном высоком уровне. Ну, что сегодня пока мы не видим вот этой собранности. Довольно много ошибок и при завершении атак. И неудачно команда играет в обороне. Уфимцы перестроили игру свою в защите. Вадим Ковалев в роли волнореза. Он пытается помешать Юрию Семенову. Скидка в линию. И Татарин забивает. Классная комбинация. Татарин подключился к этой атаке. Вошел в линию. И сделал еще 12-10. Не ожидали, похоже, защитники такого хода, такой комбинации. Смотрите, Семенов. Скрытая передача. И здесь Юрий Татарин атакует и забивает. Юрий Татарин перед этим матчем на четвертом месте находился среди астраханских бомбардиров. У него было 19 заброшенных мячей. Уступал он только Придыбайлову, Семенову и Васильеву. Ну, сейчас самое главное – оборона. Слишком много даем забить. Ну, вот Канонов промахнулся. От оборонялись. Скорее всего, это заслуга и защитников. Семенов в линию. Васильев не выловил. И здесь, здесь свисток в пользу астраханцев. Сейчас Алексей Поляков на позиции линейного. В задней линии та же Гунько. Слева Артамонов, справа Семенов. В центре. На правый край вышел Евгений Макин. Кстати, Татарин на левом краю. И Поляков в линии. Пока не ладится игра у Сергея Придыбайлова. И Георгий Заикин посадил его отдыхать. Снова две замены Артамонов и Семенов на скамейке запасных. Они не обороняются. Вместо них Целищев и Дмитрий Кантемиров. Дмитрий Кантемиров играет пока только в обороне. В этом сезоне без вариантов. Главный разыгрывающий – это Юрий Семенов. Поэтому вот Дмитрию Кантемирову приходится довольствоваться ролью дублера. И в основном он играет в защите. Но и у Кантемирова еще травма была небольшая. Может быть, еще придет в форму. Но снова Киреев забивает. Опять мощный бросок с задней линии. Опять никто на него не вышел. Дмитрий Киреев. Очередной гол. Но главное, наверное, нам, чтобы он сегодня не преодолел рубеж 50 мячей в своем бомбардистском реестре в этом сезоне. Пока у него 39. Но мяча 4 он уже отгрузил астраханцам в первом тайме этой встречи. Если забьет 11, то, наверное, это будет печально. Хотя главное в гандболе все-таки забить больше, чем соперник. Если Киреев забьет 11, а Семенов 12, а астраханцы победят, значит, так тому и быть. Все равно 2 очка будут добавлены именно астраханцам в турнирной таблице. Киреев пока самый опасный игрок, как и ожидалось. Ну и мяч в сетке снова. Опять залетело. 12-12. Ничья. Александр Гриошин уже в воротах у астраханцев, но пока это результаты не дает. Смотрите, как Киреев. Какой разнообразный арсенал бросков. И поверх блока, и низом. С отскоком от пола. Дмитрий Киреев. Воспитанник краснодарского гандбола. Выступал за скиф, за факел из Таганрога. Но вот теперь игрок у ГНТУ. Это по волейбольному сыграно, но Гунько заступил в 6-метровую зону. Уфимцы давненько не лидировали в счете. Последний раз по-моему 3-2. И вот они снова впереди. И это Дмитрий Павлов. Очередная дыра в обороне. Почти все мячи свои башкирские гандболисты забили в первом тайме бросками с задней линии. Но почему? Почему Поляков? И обращается он к Гунько. Гунько, наверное, не подработал. Да, Поляков вроде бы блокировал. А сейчас? Сейчас закрыли. Но не закрыли Семенова. Семенов бросил. Закрыл рамку ворот. Роман Сураев, голкипер УГНТУ. Киреев не стал бросать. Сделал передачу Канонову. Киреев. Павлов. На правом краю у гостей появился Артем Буш под 11-м номером. Три мяча в его активе в поединке с Каустиком. Он открыл счет своим голам в этом сезоне. До этого не забивал. Ну и не играл. Фактически он только в матче против пермских медведей. Дебютировал. Ну и вот с Каустиком дома отметился тремя точными бросками. От блока мяч прилетел в руки Криошина. Можно в контратаку сбегать. Гунько. Кантемиров не успел замениться. И пошел все-таки на скамейку запасных. Вместо него выйдет Артамонов. Контратака не вышла. Пока не получается астраханцев в контратаке. Была одна, когда Васильев не сумел забить. Но сейчас вот с позиции забили. Ничья Юрий Семенов. А, Артамонов. Да, Дмитрий Артамонов забил. Забил и быстро побежал меняться. 13-13. Ничья. Уфимцы во втором туре. Вот как раз в матче с Локомотивом Полетом. Дома выиграли первый тайм 16-12. Но на всю игру их не хватило. Проиграли 26-28. Это пока самый достойный результат в чемпионате страны. Ну и вспомним матч в Кубке против Каустика в гостях 30-31. Минимальное там было поражение. Челябинцам два мяча уступили дома. В остальных разница была побольше. В Питере 11 мячей. Дома с пермскими 10. В гостях с чеховскими тоже 10. Ну и в Краснодаре 7 мячей проиграли уфимские гандболисты. Две минуты до конца первого тайма. Но поактивнее стали защищаться. Не встречают на 6 метров соперника. Выходят поближе к пунктиру. Вынуждают бросать издалека. Это Владимир Фомичев. Тот самый один из двух гигантов в составе Уфы бросил. У которого 2-0-1 рост. Но здесь какая-то суматоха была. Почему Фомичев нанес такой неподготовленный бросок непонятно. Полторы минуты до перерыва. Семенов, Гунько, Татарин. Вновь ничья. Хорошо бы все-таки уйти в раздевалку, лидируя в счете. Гунько. И активная защита у башкирской команды тоже. Перестали защищаться у границ 6-метровой зоны обе команды. Стали выходить к пунктиру. Мешать бросать бьющим. Последняя минута первого тайма. Почти не было пассивных атак в эти стартовые 30 минут. То есть команды все свои атаки доводят до бросков. Но вот сейчас, похоже, будет пассивная атака. Хотя судейские бригады пока не поднимают руки. Не предупреждают о пассиве. Семенов. Хотя долго уже астраханцы атакуют. И Николай Терновой сигнализирует арбитрам, что нужно поднимать руки. И вот как раз пассивная атака у нас. Гунько. Бросок. Гол. Вышли вперед. 14-13. Астраханцы. Ну и еще 20 секунд есть у башкирской команды на то, чтобы провести свою атаку все-таки. И уйти на перерыв при равном счете. Посмотрим, получится или нет. 5 секунд. Ну что, нужно атаковать уже. Мяч летит мимо ворот. Звучит сирена. И команды сейчас отправляются отдыхать. Первый тайм в матче Динамо Астрахани у ГНТУ завершен. 14-13. Впереди Астраханская Динамо. И статистика. Статистика первого тайма. 48-52 владение мячом. Пенальти. Два пенальти били астраханцы. Забили 1-2-0. Потери. У гостей вообще лишь две потери у астраханцев. 6. Удалений у нас не было в первом тайме вообще. Корректная игра. Ни одного удаления. Броски в створ 6-9. Вот такая статистика. Итоговая статистика первой половины встречи. Ну и сейчас слово нашему корреспонденту Екатерине Булатовой. Интервью. Добрый вечер, дорогие телезрители. Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной стоит Сергей Придыбайлов. Это правый крайний. И хотелось бы задать, наверное, очевидный вопрос. Играем практически с аутсайдером. Почему такой результат? Потому что у нас так часто бывает, когда мы играем с командами, которые ниже нас. Даже по мастерству, по классу. Простой, наверное, как обычно, не настроились, вышли. Несколько мячей вначале не забили. Они нам здесь забили. И все. И теперь, как говорится, догонять всегда очень трудно. Поэтому во втором тайме будем стараться догнать их и выиграть игру. А не связано ли это самоуверенность с победой над действующим чемпионом страны? Ну, в каком-то смысле, может, и это есть чуть-чуть. Но, наверное, нет. Будем стараться сейчас выпрямить все. Тренер же успел что-нибудь сказать? Ну, тренера нет. Сейчас вот раздевалки говорит. Пойду сейчас слушать, что он нам скажет. Хорошо, спасибо большое. Рядом со мной находится Сергей Придыбайлов, правый экран гонбольного «Динамо». Коллеги. Спасибо, Екатерина. Ну и давайте посмотрим повторы самых интересных моментов первого тайма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и, друзья, сейчас у нас небольшой перерыв. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый тайм позади в этом поединке. Счет 14-13 после стартовых 30 минут. И, надо сказать, несколько неожиданный все-таки результат. У астраханцев. У астраханцев сразу дело дело не пошло впереди. И об этом, кстати, сказал Сергей Придыбайлов в интервью Екатерине Пулатовой, что не забили свои мячи, да, в том числе и сам Сергей не реализовал пенальти. Помним мы выход Дениса Васильева один на один, который тоже не завершился взятием ворот. Ну и, видимо, исчезла куда-то уверенность. Хотя к атакующим действиям астраханцев особых претензий все-таки нет. Забили, ну, процентов, наверное, 60 того, что создали. Это для гандбола хороший показатель. Но вот что касается игры в обороне, тут, конечно, большие проблемы. Задняя линия уфимской команды чувствует себя вольготно. По крайней мере, в первом тайме точно чувствовало. Вот Эдуард Максутов сейчас на разминке в первом тайме он на площадку не выходил. Но, возможно, появится после перерыва, как знать. Может быть, и не случайно взяли наши операторы сейчас Эдуарда Максутова. Не исключено, что именно ему удастся внести перелом в игру. И при его участии астраханцы сумеют создать себе задел. Начинал матч Виталий Шиманский. Особых претензий к нему нет, но и не вручал. Потом вышел Александр Криошин. Но все так же летели мячи с задней линии, пущенные в основном Дмитрием Киреевым, правым полусредним. Ну и не уступали ему и Святослав Канонов. Один мяч забил Дмитрий Павлов в этом поединке. Владислав Бахтин тоже успел отличиться. В общем, игроки с задней линии уфимской команды в первом тайме настреляли немало мячей. Ну почти все. По-моему, даже не было забито ничего с краев. Но с краев, да, был гол в самом начале один с краю. С левого края мяч залетел. Все остальное залетало с 9-метровой линии. И вот Юрий Терновой, Николай Юрьевич Терновой, прошу прощения, Дмитрий Павлов рядом с ним, молодой разыгрывающий, 94-го года рождения. 9 мячей в этом сезоне он забил. Ну, в матче против университета Невы в гостях. Пять раз отметился точными бросками. Сегодня тоже успел отличиться. Ну а это скамейка запасных астраханцев. Это справа Артамонов, слева Поляков о чем-то говорят между собой. Андрей Булаткин, второй голкипер башкирского коллектива. Пока он в игре не участвовал. В первых минут вышел Роман Сураев, тоже опытный голкипер. Ну а вот, похлушаем. И, понимаете, я все-таки, ты тут поменялся ли сами, если бы, да? И бах, и пошел сюда на этот так, вот, на этот забегание. А твое, а твое, ну вот здесь вот, вот на этом ходу. Пошел, окей, да, вот оно набегает. Сядь, 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 и ныряешься. Это в тренировке, сразу без накладки. Ну, это будет, помогай тебе обязательно. Ну, Кирилл, и в общем, проводи своего врага на него. Освобождая, чтобы он забегает. Ну, вот она тренерская работа Николая Терновой. Рядом с ним разыгрывающий команды Дмитрий Павлов. В любом виде спорта игрок, который ведет непосредственно действия своих партнеров на площадке. Это мозг команды в гонболе разыгрывающий. В футболе это центральные полузащитники, плеймейкеры, в волейболе связующий. Ну, и поэтому основное внимание вот сейчас в перерыве Терновой уделил именно общению со своим центральным игроком, с Дмитрием Павловым. От него многое будет зависеть. Там показал комбинацию. С крест нужно играть, освобождаться от защитников. В атаке все ладится. В принципе, у ГНТУ впереди забивает почти все. Если пошла игра у задних игроков, то сложно их остановить, если появилась у них уверенность. Вот в защите бы башкирской команде наладить тоже игру, тогда, может быть, и нарисуется какой-то перевес у гостей. Пока обе команды в равной степени неудачно действуют при обороне собственных ворот. И поэтому вот пропустили на двоих 27 мячей. Ну, в принципе, средний результат. Это Георгий Заикин, наставник астраханской команды. Пока в чемпионате две победы, четыре поражения. В Кубке одна победа, одно поражение. Но самое главное, что победа с нужным счетом, который вывел астраханцев в четвертьфинал. В ноябре будут матчи 1-4 финала Кубка России. И там соперник определится после жеребьевки с Гауссаратов, с Киев, Чеховские, либо Пермские Медведи. Одна из этих четырех команд достанется астраханцам. Тоже будут две игры дома в гостях. Ну и потом уже финал четырех. Если вот выиграть четвертьфинал, то финал четырех с участием, как вы понимаете, четырех команд. Все будет в одном городе. Если астраханцы сумеют пробиться, наверняка наш город подаст заявку на проведение этого финала четырех. Один раз в Астрахани такой турнир проходил. Было это, правда, довольно давно. Весной 2011 года. Один-единственный раз астраханцы играли в финале четырех Кубка России. Правда, заняли четвертое место. Так что пожелаем Динамо удачи и в этом турнире. Хотим увидеть финал Кубка России. И здесь вот в Звездном как раз турнир проходил. Был финал Кубка России по футболу совсем недавно у нас. Был финал Кубка России по водному полу. По синхронному плаванию мы вам показывали, дорогие друзья. Финальное соревнование Кубка России из Звездного. Ну и хочется тоже и на гандболе поработать. Но это пока отдаленная перспектива. В следующем году. Нет, не в следующем. В декабре. В декабре этого года должен быть финал четырех Кубка России. Если ничего, Союз, вернее Федерация гандбола России не переиграла. В предварительном расписании именно декабрем был датирован финал Кубка России. Ну и Астраханочка тоже в Кубке России будет играть. Тоже в ноябре эти матчи. В октябре у нас только матчи чемпионата. Следующий поединок. Динамо против Сунгуля. Мы с вами вам покажем. 14 октября это будет. Одна-единственная игра в чемпионате страны в октябре. Два матча астраханцы проведут на выезде. И 21-го сыграют в Невинномыске с Динамо Виктором. После чего будет пауза, связанная со сбором национальной команды. И чемпионат возобновится только 25 ноября. Ну а в декабре уже будут матчи чемпионата. И еще два интересных поединка против Каустика и Челябинского локомотива полета. Заканчивается перерыв. Ну и ждем стартовую шестерку на второй тайм. И кто в воротах будет? Вот тоже интересный вопрос. Кого Георгий Заикин выставит в рамку? Первая атака после перерыва будет у башкирской команды. В ворота идет Эдуард Максутов. Аплодисменты нашему оператору, нашему режиссеру. Не случайно сакцентировали свое внимание на разминке перед вторым таймом на Эдуарде Максутове. И вот ему и доверено играть с первых минут после перерыва. Итак, ждем свистка судейской бригады. И ждем второго тайма. Придыбайлов на правом краю. Целищев в центре обороняется. Рядом с ним Васильев чуть правее Артамонов. Слева Кунько. И Юрий Татарин по схеме 5 плюс 1 будет оборона. Юрий Татарин персонально к Дмитрию Кирееву. Ну вот этот шаг, наверное, напрашивался. Потому что уж очень вольготно себя Киреев чувствовал без опекуна в первом тайме. Забивал, забивал и забивал. Теперь у него есть опекун. Это Юрий Татарин приклеился к сопернику. Ну и пытался бросить по воротам Владислав Бахтин. Попал в блок. Ну а Татарин продолжает находиться рядом с Киреевым. Конечно, в росте он ему значительно уступает. Но в подвижности, наверное, превосходит. У Татарина 185 рост. У Киреева 195. Добрых 10 сантиметров. Бахтин. И снова блоком Целищев. Еще бросок. Но будет пенальти. Максутов отбил второй бросок. Однако арбитры назначили 7-метровый. Ну и Киреев будет бить 7-метровый. Кстати, первый пенальти в этой встрече, который выполняют уральские гандболисты. Киреев забивает. 14-14. Как говорят, на опережение выполнен пенальти. Одновременно с судейским свистком Киреев. Без ложных замахов. Вот смотрите. Свисток. И тут же Киреев бросает. Не стал имитировать бросок. Не стал ждать эти 3 секунды, положенные на исполнение пенальти. Сразу бросил. Ну и, возможно, Максутов не ожидал, но не успел среагировать. Ничья. 14-14. Артамонов. Ну, да. Семенов заступил, конечно. Заступил в 6-метровую зону. Первая неудачная атака астраханцев после перерыва. Андрей Иванов. Самый титулованный по своему спортивному званию игрок уфимской команды. Начинал этот матч, но не заладилось у него. Сел он на лавку. Мастер спорта международного класса Андрей Иванов. Дальше играл Дмитрий Павлов, гораздо более молодой. Мяч в воротах. Ну, что ж такое. Опять пропустили атаку. И Владислав Бахтин. Отличился. Опять Уфа впереди. Гунько, Семенов. Нет, к сожалению, вариативности в задней линии, поскольку Андрей Демченков травмирован. И Гунько некому подменить. Как и Артамонову, как и Семенову. Ну, Кантемиров может выйти, конечно, но вряд ли. По такой игре. Придебайлов может сместиться на позицию правого полусреднего. А вот удаление. Ну, что ж, первое удаление в этой корректной игре. Алексей Гетманов. На скамейке для штрафников. Первое удаление. Ну, что, игра приобретает более серьезные очертания. Если в первом тайме только два пенальти на обе команды и ни одного удаления позволяли много друг другу, то сейчас стали жестче защищаться и те, и другие. И пенальти был уже в ворота Динамо. И удаление у студентов-нефтяников. Гунько. И браво, браво, голкипер. Роман Сураев на месте. Счет прежний. 14-15. С первого захода не удалось реализовать лишнего. Снова разыгрывает мяч. Мяч Васильев получает в линии. Ну, конечно, пенальти. Защита площади ворот. И что, еще две минуты дадут? Да. Уфа остается вчетвером. Вот. Пришла беда. Творяй ворота. Сразу два удаления подряд. Владислав Бахтин. Две минуты заработал. Придыбайлов. Гол. Ничья 15-15. Сергей Придыбайлов исправился за незабитый пенальти. И сейчас отправил мяч в сетку. Равенство на табло 15-15. И очень хороший шанс у астраханцев для того, чтобы уйти в отрыв. Поскольку еще более минуты хозяева площадки будут играть в шестером против четверых соперников. Ну, и против Киреева Татарин продолжает действовать персонально. Приклеился, не отходит ни на шаг. Фактически сейчас 3 на 5 играют команды. Иванов. Дадут бросить. Нет, не дали. Разыгран 9-метровый. Кабанов под четвертым номером и Ковалев под седьмым. Плюс Иванов и Киреев. Вот состав уральской команды на данный момент. Пассивная атака. Бросок следует. Это атаковал Кабанов на месте Максутов. Контр-атака. Надо позабить. Пользуясь тем, что соперников мало. Ну, забивать. Семенов. Юра. Ну, как же так? Никто не мешал. Зачем делать героя из романа Сураева? Обидный промах. Но Семенов и опять не забивает. Да, сегодня у Семенова не лучший день. Не знаю, что там может быть. Вот это турне сказалось на физическом состоянии. Юрий сегодня далек от своей оптимальной формы. Ну, как же так? В большинстве 6 на 4. Два таких момента не реализовал. И похоже, коллектив из Уфы отделается легко. Вот это двойное наказание обойдется без последствий. Ну, хорошо, что Максутов отбивает. Но всего 5 секунд осталось на атаку в большинстве. В равных составах уже команды. Правда, забивает Татарин и выводит Астраханцев вперед. Не успел вернуться крайний игрок. И поэтому Татарин оказался один против голкипера. 16-15. Пока у нас 2-2 во втором тайме. И это при том, что астраханцы имели большинство. Почти полторы минуты 6 на 4 играли. Иванов на край. Не пошел атаковать Алексей Гетманов. Бахтин угловой. Мяч от Васильева летит за пределы площадки. Снова Бахтин с крест. Иванов оставляет Кирееву. Татарин продолжает преследовать Киреева. Буквально по пятам. С краю бросок. И цепляет мяч Максутов. Ну что, в атаке вроде бы проблемы у Фы появились. После того, как Киреева прихватил Татарин. Но контратака Гетманов выходит к воротам. Но бросать неудобно. Передача была не очень хорошей. Бахтин. Но вот сейчас Киреев остался один. Но сомкнулись ряды защитников. Кантемиров и Васильев. Сейчас Кантемиров против Киреева персонально. Бахтин. Поменялись местами. Снова Татарин против Киреева. Пока главная звезда у Фимцев выключена из игры. Но гол! Это Гетманов забивает. Ничья 16-16. Алексей Гетманов. Вновь равенство на табло. Здесь вряд ли какие-то претензии могут быть предъявлены к Максутову. Слишком уж на удобной позиции для броска был крайний у ГНТУ. Почти нет замены у Астраханцев. Хотя вот сейчас Кантемиров. Кантемиров все-таки заменил Семенова. Да. Игра у Юры не идет. Поэтому Дмитрий Кантемиров на позиции разыгрывающего. Давненько мы его не видели. У Дмитрия Кантемирова вообще в этом сезоне очень мало было игровой практики. Поскольку Семенов феерил. Но сейчас забивает Кунько. 17-16. 17-16. Дмитрий Кантемиров. Вот рядом со своими наставниками. Поскольку сейчас он играет и в атаке, то от оборонительных обязанностей его освободили. У Дмитрия Кантемирова до прошлого матча с Сунгулем, ответного в кубке, не было вообще ни одного забитого мяча в этом сезоне. Удивительный результат. И вот только в Снежинске он открыл счет своим голам. Ну а сейчас Татарин. Выловил мяч, но атаковать не пошел. Неудобно. Кантемиров. Но в чемпионате Кантемиров пока не забивал. Только в кубке у него один заброшенный мяч. Ну и как? Когда, если не сейчас? Момент для этого как раз настал, пожалуй. Трудная ситуация на площадке. Лишь один мяч перевес астраханского «Динамо». Игра не идет. Гунько. Гол. Но вот Дмитрий Гунько зато разыгрался. Семенов сегодня не на высоте. Но Гунько мячей пять, наверное, уже положил в ворота соперников. Вот скрест смотрите. И бросок Дмитрия Гунько. Хорошо там помог ему Дмитрий Артамонов. Помешал выйти на Гунько защитником. И украинец отправил мяч в сетку. В рядах «Динамо» два легионера. Оба из Украины. Это Виталий Шиманский вратарь. И Дмитрий Гунько. Правый. Левый полусредний. Ну вот удаление. Денис Васильев удален. И первое удаление у астраханской команды в этой встрече. Время матча остановлено. Небольшая пауза. Ну и уфимцы имеют лишнего игрока. Как они смогут ли реализовать это численное преимущество? Гол. Да, мяч защитным. Что еще одно удаление? Ну, сегодня арбитры у нас дублями. Стреляют, выгоняют. Или все-таки... Да, да, да. Есть удаление. Но теперь астраханцы в аналогичной сложной ситуации. 18-17. Счет. И очень долго. Минуту 40. Минуту 40. Динамовцам будет крайне сложно действовать вчетвером против шести соперников. Но гол забили вчетвером. Вот это да. Браво. 19-17. Юрий Татарин отличился. С центра начинают гости. Динамо, Астрахань у ГНТУ. Счет 19-17. Удаление произошло у башкирской команды. Команды 5 на 4 теперь действуют. Башкирские гонболисты атакуют. Что сейчас? На игрока, да. В игрока. Именно так. На игрока это сленговое. Но правильный термин в игрока. Да, проблемы и у тех, и у других. При реализации лишнего. Вот такие чудеса у нас. Как только появляется численное преимущество, игроки вдруг у них начинают дрожать коленки. И они и не забивают, теряют мячи на ровном месте. Хотя, казалось бы, вы помните два промаха Семенова, когда 6 на 4 играли. Кто мешал ему там бросать? Один раз, другой раз. Но увы. У Динамо, кстати, по-прежнему двое удаленных. Это Денис Васильев и Лев Целищев. Но, тем не менее, гол. Это Юрий Татарин. 20-17. Вот так вот. Может быть, астраханцам постоянно играть в меньшинстве? Раз такая удаль молодецкая появляется, когда у соперника лишние игроки. Какой-то дополнительный импульс, наверное, по мышцам бежит. Может быть, этого как раз не хватало. В полных составах думают, и так мы одолеем этот угол НТУ. А в меньшинстве тут уже мобилизация всех сил идет. Наверное, так. Но сейчас 5 на 5. Игра 20-17. Получилось так, что, имея двух удаленных, астраханцы не пропустили, а забили сами даже два мяча. Чудеса. Но теперь 5 на... Вернее, теперь астраханцы даже уже в большинстве. И теряют мяч. Привычная картина. Ну, что ж такое. Гетманов выловил, но атаковать с такой позиции сложно. Павлов появился снова в составе у финцев на позиции разыгрующего. Татарин продолжает переследовать Киреева. Неотступно следует за ним. Но и в втором тайме Киреев не забил ничего. И общая результативность упала. Вот уже почти середина второго тайма. Команды забили сколько? 6-4. 10 мячей на двоих, да? Ну и контратака. Татарин вышел один на один и забил. 21-17. Но, похоже, у нас картина на площадке становится близкой к той, которую мы ожидали. Астраханцы начинают уходить в отрыв. Ну и, как ни странно, мобилизующим фактором стало вот это двойное удаление. После которого вторую скорость, а то, может быть, третью или четвертую, включила дружина Юрия Газаева. Георгий Заикин. Конечно, Георгий Заикин. И счет стал расти. 21-17. Максутов, Гунько, Артамонов. Передача на Васильева. Тот забивает. 22-17. Да, пожалуй, вопросы о победителе. Но пока еще рано так ставить вопрос, что все вопросы о победителе у нас снимаются. Берет тайм-аут Николай Терновой, наставник уфимского коллектива после очередного гола, который забросил Денис Васильев. 22-17. 13 минут 26 секунд на табло. Слушаем. Саша, сейчас 6-0, опять 6-0 становится. Значит, плотный разговор. Нападение. Значит, Дима, нападение четвертой начинаете. Закручиваем страх, пускай у нас края работают. Вот это выделение пошло. Трест, трест, трест. И крайний вопрос. Пускай работа. Потому что... Вы что? Вы что? Вы что? Вы что? Вы что? Вы что? Стикрук начинаете? Давай, в защиту. Давай, давай. Вы справились. Ох, да, дальше ты. Мы поиграем. Такое ощущение, что уфимская команда не знает, как играть, когда персонально прихватывают Киреева, лучшего бомбардира. Разброты шатания какие-то начались в атаке. Броски с задней линии перестали достигать цели. Ну и атака. Не ладится совершенно, не ладится атака у гостей. В обороне 6-0. Николай Терновой скомандовал играть. Но что с атакой? Павлов по-прежнему на позиции разыгрующего. Канонов на левом полусреднем. Кирееву не дают бросать. Атака Павлов. Канонов забивает, но забил. Все-таки забил игрок Уфы. 22-18. Святослав Канонов отличился после вот этой комбинации. Смотрите. Не успели сомкнуть ряды Гунько и Васильев. И вот в эту прорезку, в эту щель был направлен бросок. 22-18. И 6-0 по-прежнему оборона. Васильев у нас в линии. Кантемиров разыгрывает Гунько слева. Артамонов справа. Скрест Артамонов. Еще один скрест в линию. Васильев. Классная комбинация. Гол. Все четко сделано. Запутали защитников. Два скреста. И сброс на Васильева, который отклеился от опекунов. Ну и смотрите. Вот еще заключительная фаза. Не ждали уже этого сброса. В линию Васильев мяч поймал. Ну и с центра там расстрелять соперника. Было делом техники уже. Без шансов для вратаря. 23-18. Павлов. Гол. Ну задние начали бросать. Дмитрий Павлов отличился. И остался на площадке. Он не садится на скамейку запасных при обороне своих ворот. Уходит играть на фланге. Защищается на краю. На левом краю. Ну так бывает, когда разыгрывающий. Отработав в атаке. Остается в обороне. А волнореза исполняет Вадим Ковалев. Снова 5-1 оборона. И опять Васильеву передача. И снова скидка. Но приземление. Приземление. Мяч не засчитан. Заступил в чужую 6-метровую зону. Кононов. Павлов. Ну что же делать Кирееву-то? Как уйти от соперника? А вот теперь персонально с ним играет Григорий Черниченко. Первое появление Черниченко в этом сезоне. Не только в этом матче, но и вообще в этом сезоне. Игрок молодежной сборной России участвовал в чемпионате мира, который проходил в Екатеринбурге. Уфимцы забили тем временем 23-20. Григорий Черниченко вообще игрок авиатора у Кубка Сухого, дублирующий команды. Но вот постепенно-постепенно его начали и к главной команде привлекать. Черниченко первый свой матч играет в этом сезоне. Гунько снова бросок такой, что ни защита, ни вратарь помочь не могут. 24-20. Вообще у Дмитрия Гунько не очень шла игра в этом стартовом отрезке. Больше четырех мячей он ни разу забросить не смог. Четыре мяча было в предыдущем поединке в Снежинске против Сунгуля. Там он стал вторым, третьим, четвертым бомбардиром. По четыре мяча забросили Семенов. Татарин и вот Гунько опять раз отличился при Дебайлов. Ну, сейчас контратака. Ну что, может Черниченко забьет свой первый? Гол! Гол! Григорий Черниченко! Первый мяч молодого гандболиста. Сегодня у него праздник. У его друзей, у его знакомых, у родных. Григорий Черниченко открыл счет своим голам за Астраханская Динамо, за главную команду нашего региона. Ну и тут же Павлов отвечает голом 25-21. Черниченко вообще универсальный игрок. Он и в линии может сыграть, и в защите действует на позиции волнореза, и на краю. Ну и за эту вот универсальность. Вот смотрите, на край пошел Григорий Черниченко. В линии место занято, там Денис Васильев, а Черниченко на левом краю располагается. Придебайлов по-прежнему на правом. В составе сборной России молодежный на чемпионате мира в Екатеринбурге играл еще один астраханец Андрей Верещагин. Вратарь. Но вратарей в Динамо пока достаточно. Аж три голкипера. Шиманский, Криошин и Максутов. 25-21. Перевес в принципе комфортный. Четыре мяча. Но далеко не все еще, конечно, решено. Придебайлов. И гол забивает Дмитрий Кантемиров. Поздравляемый Дмитрий Кантемиров. Для него тоже это первый мяч, но не в сезоне, а в чемпионате России. В кубке он забивал Сунгулю. И вот открыл счет своим голам в чемпионате страны. И если для Черниченко это вообще первый гол за Динамо, то вообще в карьере, то Кантемиров, естественно, забивал и раньше, и в прошлом сезоне, и в предыдущем. Но в этом сезоне вот первый гол. 26-21. 11 минут до конца встречи. Павлов оставил мяч Кирееву. Павлов на край. Атака. Мимо. Никита Ломов атаковал с позиции правого края. 190 сантиметров. Для крайнего игрока это, пожалуй, многовато. Как вы понимаете, крайние игроки должны быть чрезвычайно координированы, потому что порой им приходится бросать из таких позиций, что координации движений только выручает. Но вот чем выше рост у спортсмена, тем сложнее ему управляться со своей координацией движений. Сейчас вот как раз координации этой самой не хватило. Никите Ломову для того, чтобы забить гол. Павлов. Контратака. Не получилось. Мяч потерян. Астраханцы спегут в контратаку. И Черниченко забивает свой второй гол. 27-21. Григорий Черниченко. Второй подряд заброшенный мяч молодого игрока. И в матче Динамо-Астрахань у ГНТУ. Счет 27-21. Осталось играть 10 минут. И в этот момент тайм-аут берет свой очередной тайм-аут берет Николай Терновой. Были сложности у Динамо в первом тайме, в начале второго, но потом сумели мобилизоваться. Ну что, не расслабляться, говорил Сергей Придыбайлов своим партнерам. В самом начале этого тайм-аута. 10 минут. Чуть меньше 10 минут до конца встречи. 6 мячей перевеса. Хороший задел, но пока еще рано праздновать победу. Георгий Заикин выпустил играть в обороне Александра Ермакова под пятым номером. Кроме него Целищев, Артамонов, Придыбайлов, Кантемиров. И Черниченко персонально против Киреева. А есть ли Киреев на площадке или, может быть, игра у него не идет и поменяли Дмитрия? Посмотрим. А нет, все-таки Киреев в игре. Второй тайм он в холостую бегает. Ну, в этом, наверное, слабость этого гандболиста. Почему он не играет за родной Скиф, предположим, или за более высококлассную еще какую-то команду, а только в дебютанте Суперлиги ЛГНТУ. Выходит на площадку, потому что, когда с ним действует персонально, то от Киреева, наверное, уже мало толку. Пока 6-0 оборона, пока его не держат. Киреев хорош. В первом тайме мы это видели. Ну, а вот обыграть индивидуально соперника или какую-то комбинацию с его помощью разыграть партнеры не могут. Ну, что там, перестарался молодой Ермаков. Да, да, Александр. Ермаков с юношеским максимализмом ринулся защищаться и заработал 2 минуты. Для Ермакова, кстати, это не первый уже матч. Он выходил на площадку против университета из Питера. Ну, и был в протоколе в игре с Сункулем. Правда, там не сыграл ни одной секунды. А вот с питерцами принимал участие. Повтор этой атаки. Мяч попадает в штангу. Остается у астраханцев. Тает надежды у ГНТУ спасти этот матч. Похоже, все-таки будет шестое поражение у уфимской команды. Но команда смотрится достойно. В этом, конечно, плюс мужской суперлиги, в отличие от женской, где аутсайдеры проигрываются с астрономическими результатами. Ижевск, Майкоп, та же самая Уфа, Ставрополь. Там очень большие отрывы у лидеров от соперников. Но здесь все-таки борьба поупорнее и смотреть интереснее. Башкирская команда с мячом. Иванов под 18-м номером. Андрей Князев появился на месте левого полусреднего. В отчаянии махнул рукой Киреев. Похоже, ему все ясно. Дело у уфимских гонболистов совсем разладилось. В первом тайме они забили 13 мячей. Сейчас к 23-й минуте 8. Ну, в принципе, идут по своему графику. Астраханцы в первом тайме забили 14 за весь тайм, за 30 минут. А сейчас уже 14 за 22 с половиной. То есть прибавила Астрахань, скорее всего, в атаке. Ну и поэтому такой вот счет. Придыбайлов. Черниченко. Хорошая передача. Ну и Семенов исправляется за свои многочисленные промахи. Забивает гол. 29-21. Юрий Семенов. Да, наверное, нужно отдых. Ведущим игрокам. Следующий матч только 7 октября. Так что есть возможность передохнуть. Восстановить силы. 7-го, 14-го, 21-го октября матч. 7-го, 21-го на выезде. И 14-го дома против Сунгуля. Хорошо знакомого Сунгуля. Теперь матчи будут чуть полегче. Астраханцам предстоит соперничать не с командами из ведущей группы. Не из шестерки лидеров, а с теми командами, которые во второй половине турнирной таблицы по итогам прошлого сезона. Саратов, Снежинск. Вот сегодня Уфа. Удаление. Да, удаление Льва Целищева. Второе удаление в этой встрече у центрального защитника Астраханского Динамо. Если будет третий, то дисквалификация. Да, и вдобавок еще и пенальти в ворота Астраханцев арбитры назначают. Прогрессивное наказание. Ну и Киреев имеет шанс забить гол с 7-метрового. Первый пенальти он, если не ошибаюсь, реализовал. И сейчас забил. Усадил Максутова на пятую точку и технично послал мяч в сетку. 29-22. Максутов пошел в игру после перерыва. И его партнеры начали уходить в отрыв. Оправдал свое появление на площадке Эдуард. В этом сезоне, кстати, Максутов играет только домашние матчи. Так вот получается, что на выезде он только в Волгоград съездил. Астраханцы забивают 30-й. В Челябинске не играл, в Перми не играл, с чеховскими медведями не играл. В гостях с Сунгулем на кубок тоже не играл. Его просто не брали в эти поездки. Пока Эдуард радует только астраханскую публику. Единственный выезд у него был в Волгоград. Ну, не исключая, что это экономические соображения. Брать трех воротарей на выезд, наверное, нецелесообразно, считает Георгий Заикин и тренерский штаб. Ну, а сейчас наставник астраханцев берет тайм-аут. За пять с небольшим минут до конца этой встречи. Слушаем тренера Волжан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Персональное было обращение к Григорию Черниченко от Заикина. Откуда идет бросок у соперника. Ну, а далее все было спокойно, по плану. Тут отрыв уже большой. Восемь мячей. Исход матча ясен. Два очка в турнирную таблицу вписаны. Третья победа подряд, включая кубковый поединок с Сунгулем. Ну, и будем верить, что дела у Динамо налаживаются. В шестерку надо обязательно попадать. Семенов. Черниченко. А вот Черниченко сейчас играет в линии. А Блиняев вышел на левый край. Блиняев мяч получает. Забивает. 31-22. Но сегодня у нас матч премьер. Дмитрий Блиняев тоже забивает свой первый гол. За Астраханское Динамо. В этом сезоне. Ну, и вообще первый. Как и Григорий Черниченко. Сразу три гонболисты сегодня открыли счет своим голам. Черниченко. Блиняев и Кантемиров. Но Кантемиров в чемпионате только открыл. И только в этом сезоне. Целищев отбыл свой штраф. Астраханцы сумели забить в меньшинстве. 31-22. Башкирскую команду не хватило на весь матч. Отражает бросок Кабанова-Максутов. 31-22. Можно и 10 сделать. Блиняев. Увидел на краю Макина. Но бросить тому не удалось. Ермаков побежал меняться. А кто вместо него? Кто там атаковать пойдет? Сейчас астраханцы в пятером. Причем добровольно в пятером. Ермаков заменился. А никто не выходит. Но Поляков наконец побежал. Секунд 20 все это происходило. Арбитры на это внимание не обратят. Все равно предупредят за пассивную атаку. И бросок с краю Макина. Гол. 32-22. Ну обреченно уже действуют башкирские гонболисты. Пропускают очередной мяч. 32-22. Ну вот Николай Терновой очень недоволен. Ну коллектив молодой. Большинство игроков все-таки 93-94 года рождения. Есть конечно опытный. Вот тот же Иванов 80-го года рождения. Думается что если уфимцы пришли в суперлигу надолго. То дела у них пойдут в будущем. А пока первый сезон. Дебют. Астраханская Динамо относится. Наверное к старожилам. Элитного дивизиона национального первенства играет с 1985 года. Сезон 85-86 был первым еще в чемпионате Советского Союза. Седьмое место. Прошлый сезон тоже седьмое место в чемпионате России. Ну а вот между этими сезонами всегда были более высокие места. Это Артамонов забивает. 33-22. Минувший чемпионат откровенно был провальным. Седьмое место. Давненько не было такого неудачного результата. Ну собственно один раз был в чемпионате СССР. Но чемпионат СССР сравнивается с чемпионатом России некорректно. Совсем другой уровень. Макин. Ну сейчас поторопился. Поторопился. Надо было выждать паузу Евгению. Попал в темп вратарю. Здесь штанга помогает Эдуарду Максутову. Штанга лучший друг голкипера. Ермаков сам атаковать может быть будет. Но Ермаков забьет. Забил. И четвертый сегодня. Дебютант забивает свой первый гол. Александр Ермаков отличился. Но для уверенности я думаю, что молодым игрокам очень нужно забивать. И хочется верить, что будут прибавлять от матча к матчу. И Черниченко. И Ермаков. И тот же самый Кантемиров. Последняя минута встречи идет. В мяч прямо в Максутова прилетел. Контр-атака Черниченко. Побыстрее надо работать с мячом. Блиняев тоже сегодня первый гол забил. Вот три гандболиста, которые открыли счет своим голом за Динамо вообще. 20 секунд остается играть в этой встрече. Блиняев не сумел скинуть мяч Кантемирову. Пошел последний отсчет. И мяч в ворота залетел. И он засчитан. И он засчитан. Астраханцы победили. Итоговый счет матча Динамо-Астрахани у КНТУ. 35-22. Матч завершен. Выиграли астраханские динамовцы. Статистика. Итак, статистика этой встречи. Удаление 4-3. Удалений было немного. Броски в створ. 9-15. Пенальти по два. Пенальти били и те, и другие. 50% астраханцы реализовали. Потерь немного. И у тех, и у других. 8 у астраханцев. 8 у астраханцев. 6. 6 у гостей. Вот статистика. Ну и итоговый счет. 35-22. Первый тайм. Лишь один мяч. А итоговый 13. И передаю слово Екатерине Булатовой. После матчевое интервью. Спасибо коллеге. Рядом со мной стоит Юрий Семенов. Разыгрывающий гонбольного Динамо. Итак, во-первых, с победой. Юр, ну, небольшой комментарий по матчу. Что не получилось? И выполнена ли тренерская установка? Ну, поздравить. Может, с очередной победой. Молодцы. Все. По игре, хочу сказать. Выполнили все. По установке тренера. Ну, некоторые моменты не получались. Это игра. У каждого может и получаться, и не получаться. В этой игре. Ну, как-то так. Хорошо. Ну, вот хочется спросить, что же за заклинание? В перерыве сказал главный тренер, что вот результат сразу виден. Ну, что сказал. Не суетиться, не торопиться. Играйте в свое удовольствие. Не та команда, которую мы должны проигрывать дома. Спасибо большое. Рядом со мной Юрий Семенов, разыгрывающий гонбольного Динамо. Коллеги. Спасибо, Кате, за интервью. Давайте посмотрим повторы. Потом центр новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья, огромное спасибо за внимание. Матч комментировал Ренат Аминов, режиссер трансляции Александр Ефимов. Передаю эстафету центру новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...